Он вот так вот ножку задирал. Мне всегда хочется прям плакать в этот момент. Смотри, вот ты вот бухаешь вот здесь пивко, и там вот блестит бутылочка красиво. Можно я буду уже кричать все-таки? Я ненавижу пуговицы, я их просто не перевариваю. Специально для этого выпуска мы подобрали треки с классными клипами, чтобы Алина смогла рассказать вам много интересного. Так что готовьтесь услышать классные байки, трушные истории и декотинг отечественного клипмейкерства. И подписывайтесь на наш инстаграм, там мы спойлируем героев заранее. Привет, меня зовут Алина Пязок, я режиссер Little Big Production, и сейчас я буду угадывать песни на афише видео, узнать за 10 секунд. Мне страшно. Это же Олежа, Олег ЛСП, и песня «Автоплей», вот новенькая, где там рисованный клип, и есть куча-куча узнаваемых лиц. Но мне тоже показалось, что он вдохновлен челленджем Гамбина, тот рисованный клип, где челлендж идет, и там все абсолютно персонажи американской рэп-сцены. Вот, ну, мне в целом понравилась рисовка у Олега, она такая странная, необычная. Вообще, у Олега скоро выйдет альбом, ну, когда, я не знаю, когда выйдет у Олега альбом, он мне кидал просто заценить, и мне очень нравится там несколько треков, они будут реально крутые. Ну, хотя, у меня все крутое, что уж там, знаете, скрывать. Привет, Алина, очень рад, что ты угадала наш новый трек, и, надеюсь, ты угадала все остальные, и это принесло тебе счастье. А еще надеюсь, что мы когда-нибудь снимем с тобой что-нибудь веселое, зажигательное, или красивое и душесчипательное. Вот. У меня проблема. У меня реальная проблема с американским рэпом. Я не знаю, мне написали список вообще рэперов, которые мне надо просто читать. Мне написал вчера, пока мы в самолете летели с Белограда, вот как со съемок клипа Лизера, мне менеджер Лизера Никита написал просто вот такой список с описанием всего, кто, как, и сказал, ну, прочитай и приготовься, в принципе. Не, я могу сейчас просто называть имена, там, типа, это, 21 Savage, и нет. Все, да, я просто с первого раза... Нет, ладно, хорошо, хорошо. Я подумала, что это 21 Savage. Да, я так и подумала, что это тот трек, на который Султан снял клип. Айс вообще на самом деле молодец, то, что он поехал туда, в Америку и делает клипы. Ну, если честно, мне вот очень хочется, чтобы чуть-чуть в его клипах было больше разнообразия, потому что мне, честно... Вот, то есть, мне понравился клип, очень классная картинка, хорошая идея, но мне немного было многовато кадров из дома, вот лично мне. То есть, я не считаю то, что это плохо, там, или еще что-то такое, просто... Я очень... Вот мы вообще в Little Big'е очень любим, чтобы все постоянно менялось, чтобы было просто куча сцен, куча всего, и поэтому, когда вот именно идет такой вот мудовый, да, вот клип, мне немного, ну, не хватает, может быть, разнообразия. У офсета прикольная идея, то, что он идет вот так вот по кругу, то есть, мне понравилось, где там открывается холодильник, это переходит на следующий кадр. Самое мое любимое видео, это вот где с рэпом XXL с Cypher. Это просто вообще пушка, где они выходят один за одним, они такие яркие персонажи. Кодак Блэк, Донзел Кари, 21C. Я помню, зато всех рэперов, как они выглядят, но я реально с трудом узнаю их песни, то есть... мне тяжело. Это невозможно просто, это какие-то животные крякают. Что это? Что это? DVD, romantic version. Если честно, я просто, я как обожаю, так и ненавижу эту работу, потому что мы очень-очень-очень долго делали там графику, чтобы вот все было там прям гладенько. Но моя самая-самая любимая сцена, это где Ильич дарит розу Годзилле. Мне всегда хочется прям плакать в этот момент, это же так мило просто. И еще мне нравится, где они вот лепят вот эту вот самую вазу, где как породия из фильма «Призрак». Вообще съемка была достаточно тяжелой по причине того, что, например, даже тот же дождь. Нашему художнику-постановщику вместо того, чтобы думать, как бы сделать все покрасивее, я пришлось просто придумать технологию, как бы сделать так, чтобы дождь каким-то образом там, то есть не затопил весь Ленфильм. И потом эту воду, то есть которая скапливалась вот в этом бассейне, который я построила, откачивали примерно 8 часов. Да, это полная жесть. Хочется теперь, чтобы следующий клип набрал миллиард просмотров. Теперь, знаете, есть эта новая планочка, когда 100 миллионов у нас набрал клип, то есть теперь все, нужен миллиард. Нам поступали предложения, нас с Ильей звали американские продакшены. Поработать. Вот, в принципе, мы ведем некоторые переговоры. Мне всегда хочется крикнуть, просто раньше, когда уже песня включается, что это Джейн. Вообще, вот те, кто не видели клипы Джейн, я очень советую, потому что у нее каждый клип, он как раз построен на эффекте вау, то есть она любит такую бытовую магию, потрясающе. Это просто человек, который умеет поднимать настроение. Подожди, ну вот это может не включать, знаешь, я просто, я уже по первому вот этому рывку поняла, что это Флад. Так, я угадала уже, я уже угадала, это Гон Флад. Мы с нашим продюсером питерским, с Настей, и увидели выступление Гон Флада. То есть я тогда не очень прям много слышала песен, но я знала альбом. И мне просто поразило то, как он двигается. Он вот так вот ножку задирал. Вот, как кузнечик. Мы пошли просто к ребятам нашим, мы хотим познакомиться с Гон Фладом. Так идите, познакомьтесь. Да что-то как-то неудобно в гримёрку заходить к там чужим людям. И мы, знаешь, заходим, и просто, знаешь, момент неловкого умолчания. Привет, ты такой классный, мы хотим с тобой познакомиться. И он такие, да. И просто не знаю, что кушать. Так, ладно, что бы сказать-то. Я очень жду, что у него будет на следующем альбоме. Вот, потому что все, что он делает, мне очень сильно нравится. Моя любимая песня у Гон Флада это Сети. Я бы честно хотела вообще всем снять клипы, про кого я рассказываю сегодня. Вот, жалко, что не хватает времени, потому что на хороший клип надо реально месяц, чтобы реально хорошо подготовить. Мам был, мам был симпатичный клип. Мне очень часто не хватает реально в русских, в клипах русских исполнителей разнообразия и немножко вот качества. То есть, вот молодые ребята, которые начинают снимать, мне не хватает того, чтобы они больше именно сидели, ну, пытались разобраться в свете, да, то есть, как делать картинку более объемной, как работать с ней. Мне часто говорят, ой, я не знаю, как снимать клипы, потому что, ой, низкобюджетные там видео, да, то есть, у нас нет бюджета. На самом деле, можно пойти и просто настрелять на фотоаппарат без бюджета очень круто. То есть, главное почувствовать атмосферу. Можно я буду уже кричать все-таки, потому что это White Stripes? White Stripes и Мишель Гандри его снимал. Мишель Гандри это мой кумир. Мишель Гандри часто снимает без графики и он одним из первых начал использовать в клипах Motion Control. Помните клип Кайли Миноук? Come Into My World. Это же просто пипец, где вот так вот по кругу камера крутится и там появляется три Кайля. Господи, Мишель Гандри, что же ты делаешь? Почему ты такой крутой? Я слишком хорошо шла до этого. Я не могу опознать эта песня Тайс Пик какой-нибудь. Ладно, тогда рассказывайте, я не буду топливом, но не угадаю. О, я поняла. Все, да, я знаю, я слышала про нее, она очень нравится нашему кастинг-директору Василисе. Кстати, очень часто, когда ты разговариваешь с каким-нибудь иностранцем, они знают как раз Кедр Ливанский. Вот, это круто. Я, блин, надо было жертву фанатов брать, я бы тогда угадала точно из четырех вариантов. Я знаю. Это же Дима Билан, нет? Подожди, да? Точно Дима Билан? Блин, это крутой клип, это очень клевый клип. Больше мне там нравится Маша Миногарова. У нас с тобой любовь настоящая была, а это так, как я не закрутилась. Она там такая просто, вообще, я бы поверила, что она именно такая. Вот, ну, вообще, все, что делаю, там ребята из Versus продакшена, из команды Woodka, из Chicken Curry, они, они молодцы, вообще, обожаю. Блин, что-то очень знакомое. Очень знакомое. Очень знакомое, но не могу вспомнить. Сейчас, погоди. Мне больше нравится, когда я отгадывала такси сходу. Блин, да стопудово я знаю. Я сейчас опять скажу, ааа, это же кедр Ливанский. Ладно, давайте все-таки вот сторис выкладывать. Я беру подсказку помощь подписчиков. Ребята, я на афише видео и не могу угадать трек в Узнать за 10 секунд. Помогите, пожалуйста. Мне пишут, эй, няша, больше там угадуй. это Дарут. Гисефельштейн? Да, блин, я что уже это? Гисефельштейн с Фаррелом. Да, я же еще Гисефельштейн. Вообще, как я могла не угадать Гисефельштейна? Мне очень нравится. Еще Бродинский мне очень нравится. Но, блин, я прям француз из Льона. Кстати, в Льоне никто почти не знает Гисефельштейна. То есть, мы приезжали, мы как-то с Little Big были там на гастролях. Я ко всем подходила, говорю, блин, у вас очень классный диджей Гисефельштейн. Я такие, кто это? Ну, ладно. Мне помог мой старый друг, кстати, Сеня Горшинин, фотограф. Мы с ним познакомились еще на, когда работали на сайте Геометрия. Вот. Спасибо, спасибо, Сеня, вообще. Все готово, все готово, прыгай, не боясь. Сила твоя, в том Это Сироткин. Еее. Классный клип. Очень крутое атмосферное видео. Вообще, очень люблю Олега Трофима. Он нереально такой вот энергичный и классный чувак. Очень нравится и кооператор Миша Хасая. Он делает такие классные атмосферные кадры. Алина, милах, ты нас узнала. Это очень приятно. От нас, Миша, тебе огромное спасибо. И с Сережей тоже спасибо. Да, смотри. А, что есть? Самый дельный рэп, самый дельный, панама на голову, Когда я слышу этот трек, у меня бегут вообще мурашки. Потому что для меня это, наверное, один вообще из самых важных треков в моей жизни. Ну, мы жили в соседних домах с Джамалом. Мы знакомы с ним с моих 15 лет практически. Они мне как раз сказали, что тёлки не снимают клипы. Вот. Когда я предложила им снять клип. Первый клип, который я сняла, это был клип «Триогрутрики Биг Сити Лайф». И мы его снимали за 4 часа. Я просто гуляла по улице и просила их постоять под фонарями, чтобы они... Ну, как... Ты же видишь, да, как пластически выглядит лицо под светом. Ты его ставишь под этот фонарик и говоришь, ну, слушай, покури, пожалуйста, вот здесь. Или вот бухни, пожалуйста, вот здесь. Смотри, вот ты вот бухаешь вот здесь пивко и там вот блестит бутылочка красиво. В целом же можно и так делать. Я обожаю просто малобюджетные клипы. Пачка сигарет вообще у лизера, который мы снимали, он практически тоже ничего не стоил. Важно же раскрыть исполнителя. Триогрутрика. У них альбом «Вещерный Челябинск» просто пушка. А еще мне нравится альбом. Где все только про траву? Нелегализованные. Нелегализованные. Блин, клево. Вообще спасибо вам, ребята. Я прям такая, знаешь, масло на сердце, бальзамчик на сердце. Сколько вот не хожу на концерты, у меня прям сразу слезы наворачиваются, когда я его слышу. Я понимаю, что он перевернул для меня вообще всю жизнь. Давайте плакать. Всем привет. Привет, Алина. Очень приятно слышать от тебя такие добрые и теплые слова. Уже прошло 9 лет с момента съемок Big City Life. Ну и, конечно, на тот момент, если честно, я не ожидал, что все получится так круто. Тебе большой респект, добилось большого результата и еще все впереди, я уверен. Да, Алинка, сколько мы тебе говорили не общайся с этими Little Big. А смотри, как сейчас все получилось. В общем, очень рады за тебя. Любим. До встречи. Yeah. У меня как будто такая дыра в сознании. и я не могу это вспомнить. А тут уже надо из Челябинска как-то выбраться и... Это же Хаски. Андрей Орехов теперь работает с нами в Little Big Family. Раньше он работал с Хаски. Мы с ним ездили вот как раз в Белград снимать клип Лизера. Вот. И недавно мы как раз с ним покупали банки у бомжа. А нам нужно просто реквизит, чтобы фактурить все. Естественно, у нас художником-постановщиком на клипе работает ебанутая слева Маша Францевич. Ну, как бы, мы должны видеть ее дух сейчас здесь. Женщина русская! А? Вот. И мы едем, Маша говорит, смотрите, там бомж идет с бутылками. Андрей просто вот так тормозит в машину. Мы бежим к этому бомжу и предлагаем ему деньги. Он ничего не понимает, он не слышит. Он, видимо, глухой оказался, еще что-то такое. И мы просто вот так Андрей стреляли. Это было очень весело, но потом в итоге мы просто вот так ему усунули деньги, забрали в мешок, он улыбнулся и посчитал их, и мы вот и пошли. Самый любимый клип Хаски и Уда. Я не знаю, я просто сегодня сижу и всем восхищаюсь, какой вот Дэд молодец, какой вот Дэд молодец, вот Ладо молодец. Мы с ним не знакомы, но я очень бы хотела познакомиться. Йо, Алин, привет! Пользуюсь случаем, хочу передать привет замечательному человеку, фотографу и режиссеру клипа поэмы о родине Игорю Клепневу. В качестве бонуса уже к этому видео хочу показать вам, всем, фотографию, которую мы сделали в Белгороде. Это фотография с бомжом, правда, это фотография уже с другим бомжом. Вот он сидит посередине на корточках и в кепке. И, ребята, если вам нужно купить банки, вы можете купить их у бомжей, вам даже лучше это сделать у них, потому что им нужно их продать. И, если вам будет не обломно, докиньте им пару сотен, вы сделаете мир только лучше. Это не с лейбла, с креликса. Очень похоже просто на Джош Пена по звуку. Я беру подсказку жертвов фанатам. Это съемочный наш реквизит. Это с клипа Give me your money. Ручная работа практически. Я фотографировала сама вот этот паттерн домов. Я очень долго думала, какие бы дома взять, какие бы хорошо смотреться. И увидела, что Оксимирон стоит на фоне классного дома. Написала ему и говорю, Мирон, скажи, пожалуйста, на фоне какого дома ты стоишь? Вот. И он мне посоветовал, к какому дому мне съездить, чтобы, соответственно, сфотографировать его. Это прям раритет. Вот ни у кого такой не будет. Дом находится в Петербурге на Ломоносовской. Мне кажется, те, кто там живут, они должны опознать. Итак, следующее, что у меня есть. Это водка Хеттерс. Водка Хеттерс, смотрите. Не советую ее пить. Мне кажется, это вообще максимальное палево, так как это бутафория и реквизит. Вот. То есть это была куплена самая дешевая водка. Мне кажется, если вы ее выпьете, вы умрете. И следующее, что еще у меня есть, это футболка с новым клипом с Кибиди. Чтобы выиграть что-нибудь из того, что я принесла, вам нужно перечислить все отсылки в клипе с Кибиди Romantic Version и подробно расписать, что откуда. И тот, кто быстрее и интереснее это сделает, тот получит, соответственно, призы. Я смотрю, мне кажется, что это может сказать Бритни, но просто Бритни у меня состеживается только с Бритни Спирс. Поппи? Поппи? Вот эти стикер-буки, набор стикер-буков, стикер-бук Monsters от Киони Кида, Томато Зеро, стикер-бук Volume 2. В общем, название написано тут, можете прочитать. Крутые наклейки. От Лукемина мне, кстати, там больше всех нравится реально в констракте. Визуально, ну то есть я визуалку оценю. Вообще констракт, он такой прикольный, прикольный видос. Я смотрела даже, как ребята его снимали. Честно, я не знакома, не знаю, я видела именно. Я запомнила, что они в масках. Вот. И мне понравилась там еще часть с книжками, тоже прикольная. А, No Name? Мне кажется, что она на меня похожа. Мы как будто две копии только разных цветов. Но серьезно, она улыбается так же, как я. Она очень клевая. Ну, это я знаю. Это скриптонит. Группа скриптонит. Скриптонайт. Как правильно? Потому что, ну, типа, она на английском теперь пишется все сложно. В общем, это скриптонит. Немало режиссеров. Таня Муиньо. Вот. Украинская девочка. Она клевая. Ну, в общем, слушайте, я сегодня буду говорить о том, что все клевые, такие, знаете... Таня с Никитой Кузьменко снимают все видео вместе. И мне очень нравится, как вот, ну, то есть, они чувствуют друг друга. Мне нравится движение камерой. Мне нравится, то есть, это такой вайп, вот этот вот стритовый. То есть, и не только стритовый. Наверное, мой самый любимый клип у них, это все-таки «Монатик» с Надей Дорофеевой. Мне он очень нравится. Он прям визуально вот так вот. То есть, то, как они работают с танцами, из русскоязычных никто, никто не работает. То есть, они лучше всех снимают танцы. Не, ну, конечно, если это не скиби-ди, как бы вы понимаете, то есть, ну, смотря какие танцы. Давайте сейчас, может быть, до чего-нибудь дойдем, что мне реально не нравится. Пять вещей, которые мне не нравятся. Мне не нравится манная каша. Я просто ненавижу. От одного запаха я могу просто сразу же это блевануть куда-нибудь. Я ненавижу пуговицы. Я просто... Мне нет ни одной вещи с пуговицами. То есть, я просто... Я их просто не перевариваю. Вот так. Забора я не люблю, например. Забора реально не люблю, потому что вот в детстве, перелазив через забор, просто там всего было три ступеньки, я умудрилась упасть вот так головой плоско, вот так на асфальт. После этого я боюсь и не люблю забора. Мне не нравится, когда вот эти вот все заслуги присваивают мне одной. Это же вообще неправильно. Потому что мы все клипы Little Big снимаем с Ильичом. Соответственно, это его идеи, которые мы вместе там вот все вот придумали. То есть, и вся команда абсолютно принимает участие. То есть, там какие-то идеи приносит там стилист, какие-то идеи приносит продюсер, какие-то идеи художник-постановщик, какие-то идеи группы. То есть, это все вот такой вот, знаешь, вот комп. То есть, без этих людей бы ничего не получилось. У меня вылетает название из головы в клипе, где девочка любилась в обезьяну. Давайте, смотрите, я придумала новое шоу. Я буду рассказывать ассоциациями клипа, а вы будете мне рассказывать, кто это. Как вам? Как вам такой поворот? Ну, мне правда некому звонить. Если я позвоню сейчас Илюхе, я до него не дозвонюсь, потому что они сейчас снимают новое шоу на клик-клак. Там вообще, там просто пушка. Там люди, там строят такие, на самом деле, всякие конструкции жесткие. Там конструкция стоит примерно часа по 2-3 к каждому конкурсу. Там будет достаточно глобально. Там декорация 14 метров ушел. Длину 14 метров, высоту, наверное, 3. Форт Боярд. Ну, это же такое, конечно, ну, в целом почти Форт Боярд, где старый страдает. Альдар Паспарту. На Форт Боярде Альдар Паспарту. Слушайте, так может это... По-моему, это хороший новый формат. Мне кажется, пора. Как раз люблю Францию. Поедем. Привет, это Enter Shikari. О, нифига себе. Конечно, мы даже после концерта с ними пообщались. Мне нравится группа Enter Shikari. Я стопудовая сейчас скажу. А-а-а, я знаю. А-а-а, девка за рулем. Видели это? Ребята, пожалуйста, посмотрите. Вот можете вставить кусочек? А-а-а. Девка за рулем. Мы просто всю поездку, а-а-а, девка за рулем говорили. Рубрика стыдит, ладно, давайте. Я беру подсказку, тайный советник. Всем привет, меня зовут Марш Францевич, и я пришла Алине Пязок на помощь, потому что я же великий знаток треков. Пожалуйста, включите мне музыку. Queen, Rolling Stones, что там еще бывает? Enter Shikari любит Ира. Может, Ире позвоним, пожалуйста? Алло, я звоню Ире Смелой. Алло, Ира. Ира Смелая, алло. Там Enter Shikari загадали песню. А нужно ее отгадать. Отгадай, пожалуйста. You're the queen. Я тоже понимаю, я прям вижу его, вижу лицо его, прям, как он поет с молнией на лице. И даже начес у него когда-то был. Так, ребята, стойте, секунду, мне нужно еще. Дэвид Боуэй это. Я запросила вселенную, и это было так тяжело, что уже не радостно. Ну, и хотела сказать, Ира. Ну, Ира тоже молодец, все молодцы. Алина Пяза. Я аж хочу, чтобы ты была лучшая в этом шоу. Пожалуйста, дайте ей два балла сразу. Спасибо большое за то, что помог мне. Или не помог. Почему мы это загадываем? Да это, наверное, просто моя самая любимая песня. Спасибо большое. Правда, вообще супер за помощь. Блин, мне очень-очень стыдно не узнать Дэвида Боуэй. Ну, просто у меня сейчас в голове не как-то... Я смотрела кучу интервью Дэвида Боуэй. Я смотрела там... Мне вообще его образы очень сильно нравятся. Но, блин, как я могла не вспомнить. Ну, я знаю этот трек. Я точно знаю этот трек, но, знаешь, это то же самое, как для меня сложно понять, кто поет песню, там, Tented Love, знаешь. О, да, да, я слышала это в детстве, стопудово, стопудово. Мои родители это включали. Инсомния. Группы Faitless. Это один из тех классических трансовых треков 90-х, который, ну, очень многие люди знают. Да, очень многие знают. Блин, лучше бы в Интершикаре загадали свою песню, Sorry I'm Not A Win. Блин, Интершикаре, вы очень хорошая группа. Вы очень классные концерты даете. Мне очень нравится, то есть, как вы там, этот вокалист, особенно, когда он в балкончику улазит там, висит откуда-нибудь, орет там, падает. Они же вообще сумасшедшие. Вы были на концерте Интершикаре? Джеки Уилсон, Higher and Higher. Это потрясающая песня, и она будет играть на моих похоронах. Я такая, знаете, просто представляю, как вы мне включаете этот трек, и я такая... Джек Лерой Уилсон. Это музыка из Марио. А кто композитор музыки из Марио? Ребята, мы все должны прогуглить, как зовут человек, который написал музыку для Марио, потому что она же очень известная. А мы не знаем автора. Ладно, получается, итог нашего видео. Я всеми восхищалась. Так уж и вышло, потому что вы ставили реально классные песни. Спасибо, что смотрели Узнай за 10 секунд. Я очень советую вам посмотреть те клипы, которые ребята включали в самом начале, вот эти треки, которые я угадала. И смотрите, скоро выйдет новое шоу на Кликлаке, скоро выйдет новый клип Лизера, который мы снимали в Белграде. И скоро будет много всего интересного. И приходите на концерты Little Big, потому что мы скоро едем в тур. Ну, правда, российский тур мы анонсируем чуть позже, но если вы вдруг живете в Америке или в Европе, то приходите, там вот на клипе есть список городов. И хорошего вам всем настроения!